Алло. У вас сегодня благоприятный день, который сулит. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Она-то верна? Все верно. Меня зовут Георгий Сергеевич, я звоню из банка Тиньков. Звони по поводу Ольги Билл. Это ваша супруга, правильно? А зачем вы звоните моей супруге? Скажите, пожалуйста, выяснили последний раз, как давно общались? Часто общаюсь. Часто общаетесь. Скажите, пожалуйста, а вы знаете, с чем связаны ее финансовые трудности? Да, конечно, знаю. Я аж за финансами слежу в нашей семье. Скажите, а что у нее случилось, что она на протяжении длительного периода, порядка пяти месяцев уже, оплату не производит в своей кредитной карте? То есть, денег нет для этих вещей. А что еще раз? Нет возможности. А с чем это связано? С отсутствием той самой возможности финансовой. Ну, я правильно понимаю, Ольга получает свою пенсию? И что? Ну, получает пенсию свою. Пенсию платит государство для личных целей. Хорошо. А скажите, а в каком размере она пенсию получает? Не знаю. Вы не знаете. Вы же говорите, что вы заведуете финансами в вашей семье. А по факту получается... Да, но я не заведую ее финансами. Семью содержу я. Скажите, она вам говорила, что может у нее удерживают из пенсии какую-то сумму? Что делать? Удерживают у нее какую-то сумму из пенсии. Кто удерживает? Закон. Судебные приставы. Не готов ответить. А почему вы спрашиваете про ее пенсию? Зачем вы интересуетесь? Так, прошу. Ну, потому что человек, получая пенсию, не производит свои оплаты. Какие свои оплаты? Да я вам расшифрую. Это очевидные вещи нормальному здравомыслящему человеку. Они совершенно должны быть понятны. Человек получает в нашем государстве мидерную пенсию, которой едва хватает, чтобы сводить концы с концами. Почему человек должен удовлетворять амбиции какого-то коммерческого учреждения, который просто заинтересован в сверхприбылях? Скажите, а зачем тогда этот человек брал деньги? А когда он брал эти деньги? И сколько? Она у нас в довольно-таки длительный период обслуживается. Ну да, но сколько она денег у вас взяла изначально, и сколько она уже отдала? Вы готовы за нее платить? Нет, я вообще ни за кого платить не буду и не собираюсь. Хотя готов это делать, если это нужно. Вот на данный момент это нужно. Потому что наша неудистована Панк уже подготовила заявление о судебном получении судебного приказа. Это очень хорошо. Это очень-очень хорошо. В дальнейшем, скорее всего, она будет просто на 50% меньше получать свои пенсии согласно... Это в случае того, если она судебный приказ не отменит, да? Не отменит судебный приказ? Ну вот это произойдет, если человек не отменит судебный приказ. Вы же там думаете, что все дураки вокруг, да? Нет, не все дураки. Она, у них есть право, я с вами согласен, есть право отменить судебный приказ. Ну да. Я вам больше скажу, у нее есть 10 дней для того, чтобы отменить судебный приказ. Я знаю об этом. Даже если она не уложится в 10 дней, она может... Это хорошо, Анатолий, чтобы об этом знать. 10 дней у нее есть, если она получит его лично в руки. Документально подтвержденный факт. Если будет о получении этого судебного приказа лично ею в руки, тогда у нее есть 10 дней. Как раз таки, Анатолий. Вы немного не обладаете информацией в данном плане. Почему? Ну поправьте меня, что не так. Нет момента вынесения данного судебного приказа. Любой судебный документ должен быть вручен конкретно в руки. Вот вы как раз по верхам плаваете. Любой судебный документ вступает в законную силу, как только с ним ознакомилась одна из сторон, да? В отношении которого этот документ был вынесен. Логично? А как может быть судебный приказ вступит в силу, если сторона, в отношении которой это решение было вынесено мировым судьей, вдруг не знает об этом? Ну-ка скажите мне, как? Это произвол, это незаконно. Судебный приказ выносится в одностороннем порядке и подразумевает то, что... Дальше. Что дальше? Я говорю, не перебивайте меня. Судебный приказ выносится... Да слушайте, слушайте. Судебный приказ выносится одной из сторон. В надежде на то, я прям буду употреблять такие слова, в надежде на то, что вторая сторона его не оспорит. Но у второй стороны есть точно такие же права, совершенно спокойно его оспорить. По любому пункту. Не согласен с суммой, не согласен с доводами. Пятое, десятое и так далее. Так вот просто пишешь, прошу отменить судебный приказ, потому что я не согласен с суммой долга. Все, судья обязан отменить этот судебный приказ. Далее что? Обязан. Не просто посмотрит, а обязан. Почему я неправильно говорю? Я этих судебных приказов... Вы правильно говорите. Я правильно говорю, да-да-да. Потому что Анатолий с вашим услугом как юрист с большим-большим стажем юридическим. Вот если вы, Анатолий, юрист с большим-большим стажем, говорить, тогда бы вы уже давно сказали Ольге, решить данную проблему с банком напрямую. Я сказал ей одну простую вещь. Дорогая Оля, перестань заниматься херней, ты давно им уже все отдала. Они на тебя даже в суд не подадут, потому что ни один судья не примет их доводы. Если они предоставят суду выписку... Да, нет, ни один судья. Понятное дело, если бы человек взял и не отдавал, а уже переплачено очень большое количество процентов. Там как бывает... Какое? Какое? Конечно, потом переплачено. Ну сколько вы выдали денег ей? Ну вы же ее супруг, вы же знаете, вы же заведуете. Нет, не знаю, она со мной не делит эта информация. Но она уже, как вы утверждаете, очень давно платит. Минимальными платежами. Когда я с этим фактом столкнулся, я был в шоке. Просто взял на каркуляторе и посчитал. Давным-давно выплачена сумма долга. Да, вы там увеличивали кредитный лимит и так далее, но это было только лишь для того, чтобы еще глубже загнать человека в долговую яму. Не вы буквально, а система. Киньков. Дальше. Ну а что тут дальше? А дальше то, что сейчас происходит. Вы мне звоните и пытаетесь... Вы мне так и не ответили, Анатолий. Вы сказали, что ваша супруга очень много переплатила процентов. Правильно? Да. А вот скажите, пожалуйста, Анатолий, вот вы так осведомленно говорите о законе. Скажите, пожалуйста, ваша супруга чем пользовалась? Вы знаете? Что значит, чем пользовалась? Ну каким продуктом банка она пользовалась? Картой. Она пользовалась судой? Нет. С потребительским кредитом? Нет. Она пользовалась кредитной картой. Что такое кредитная карта? Это инструмент выдачи кредитов. Все верно. Конечно. То есть кредит. А теперь ответьте мне, где в каком скафу нам с Ольгой поискать договор кредитный, который должен быть обязательно... Договор, который нам... Нет, нет, договор. Не ответу, не ответу, не ответу, а кредитный договор. Расписку. Расписку. Которую вам Ольга отдала. Где роспись, где ее стоит и где роспись сотрудника банка? Есть анкета, есть оферта, присоединение к оферте, да? А где договор, который по закону о банках и банковской деятельности должен быть неминуемо? Договор, как в Сбербанке, в Альфа-банке. Там 434 статью Гражданского кодекса. И? Что же там написано? Я сейчас не могу, я сейчас хожу в семейных трусах по дому, и я не в офисе. Напомните, что там написано. Только не верхушки заголовки читайте, а поглубже, как-нибудь сами тоже внедрите, вам не мешает. Я вам скажу, мне несложно вам напомнить, это форма договора. Форма договора, есть три вида формы договора, правильно? Это правильно, но я вам еще раз хочу напомнить, что речь идет о договоре займа. Договор займа идет особняком. Есть договоры аренды, договоры найма, договоры о трудоустройстве и так далее. Вы меня будете слушать или перебивать? Ну я просто, чтобы осенение несли вам. Вы задали вопрос, я вам отвечаю. Я вам отвечаю. Договор у Ольги Петровны состоит из трех частей. Первая часть, это тарифный план, имеется с ее кредитной картой. Вторая часть, это условия банковского комплексного обслуживания. И третья часть, это заявление оферты, которую она отправляла в банк. Очень весело. Договор не может состоять из каких-то частей. Договор должен состоять из договора. А вот то, что вы сейчас озвучили, это набор документов, которые сопровождают вот эту сделку. Понимаете, договор это вообще термин. Обозначающий документ. Договор. И не может договор состоять из каких-то еще дополнительных документов. Договор это самодостаточный документ. Во-вторых, я вам ответил на ваш вопрос. Я вам ни одного вопроса не задавал. Я вам, если вы заметите. Когда вы придете к себе в офис, как вы говорите, откройте 434 статью Гражданского кодекса архитекта. Я этого делать не буду. Я этого делать не буду. Я просто буду ждать того бака. Какой смысл вы тогда сейчас об этом говорите? А потому что, о чем мне еще с вами говорить? Вы меня попытались подгрузить судебным приказом. На судебном приказе мы с вами обоюдно решили, что это бесполезно. Следующее, что может быть... Ну хорошо, Ольга Петровна отменит судебный приказ дальше. Банка будет обращаться в исковое производство. В исковое производство, пожалуйста. Выставляете окончательное требование. Анатолий, вы что будете со мной разговаривать в унисон? Вы взрослый человек. В унисон? Давайте послушаю вас. Давайте с вами поговорим не в унисон. Что будет? Все то же самое подойдет. Дальше что? В любом случае, даже по исковому производству, да, это будет чуть дольше. Я с вами согласен. Но в любом случае, Ольга Петровна выплатит свою сумму за должность. И будет она, скорее всего, выплачивать либо единоразово судебным приставом, либо она будет оплачивать до 50% своей пенсии. Что вполне возможно. Причем это будет довольно... А есть ли у человека недостаточно официального источника дохода? Вот недостаточно для выполнения... По моему опыту, ЖКХ, банкиры, вынуждены всегда отказываться от претензий, если я занимаюсь их делами. Понимаете, вот Ольге повезло. Вы говорите, что я выдумываю сейчас это. У меня в офисе лежит куча дел о прекращении исполнительного производства, здесь с отсутствием, либо недостаточностью источника дохода. У Ольги, понимаете, помимо пенсии есть еще обязательные расходы, которые позволяют ей существовать. Это расходы на лекарства, это расходы на содержание жилья, расходы на издевенцев. И вот эти суммы, понимаете, судебный пристав должен в первую очередь смотреть не на сумму долга, а на возможности должника. Это закон, о котором вам не рассказывают ваши работодатели. А он есть, и он очень хорошо... Ну, правда, раз вы о нем не знаете, значит, никто не рассказывает о закон. Что? Анатолий, откройте 99-го статью федерального закона. И ознакомьтесь, то что судебные приставы, они просто отправляют документы об исполнительном производстве. Пенсионный фонд, через который получает Ольга Петровна свою пенсию, и выдерживают у нее до 50% в счет погашения ее задолженности. Они не смотрят, на какие расходы там у нее Анатолий в описании перебивает. Как только мне сообщат о наличии солдитного производства, они не обязаны будут о нем шапить. Я тут же заявлюсь к судебному приставу вместе с Ольгой и сообщу ей, предоставлю документы, напишу заявление в суд о предоставлении рассрочки, с предоставлением документов, которые подтверждают ее официальные расходы, помимо доходов, обязательные причем, да? И судья... Вы один момент упускаете, Анатолий. А вот что вы думаете, что вам скажут судебные приставы исполнители, когда мне будут знать, что вашей супруге Ольге Петровне предоставлялась возможность выплатить ее задолженность в рассрочку? Какую рассрочку? Ваша рассрочка? Очень неудобно. Я так и скажу, то, что... А судебные приставы и так знают, кто такой Банк Киньков, я им точно скажу. Выполнять до судебного формата можно всю жизнь. А мы максимум, что будем делать после вынесения, когда суд вынесет решение, сами даже не будем никуда обращаться, а просто, я вас заверяю, пенсионерка начнет платить по 100 рублей в месяц через судебного пристава, через судебного пристава на погашение тела кредита, когда деньги будут входить не на ваши проценты, штрафы невменяемые, а четко на погашение тела кредита. Понимаете? И судебный пристав отодвинет ее папку в стороночку, потому что у него рутины и так много. Человек выполняет решение суда. И поверьте, таких эпизодов вагоны маленькая тележка. Вы просто об этом... Хорошо, Анатолий. Анатолий. Вот вы сами подумайте. А что думать, если я вам факты говорю, концептирую? Что об этом думать, фантазировать, если я вам рассказываю факты практически, эпизоды из своей практики юридической? Вы занимаетесь своей практикой. Вы получаете доход, совокупный, в вашу семью. Из этого совокупного дохода вы не можете оплачивать? Правильно, Анатолий, я понимаю? Что, что, что? Совокупный доход? То есть из-за вашего совокупного дохода вы не могли оплачивать минимальные платежи? Да не хочу я удовлетворять амбиции. Я лучше себе машину новую куплю. Анатолий, ни в коем случае, Анатолий, вам никто не скажет, что будет она платить по 100 рублей. Ну, говорят же, уважаемый сотрудник бархатиков, ну, говорят же, у меня папка лежит в таких решении, что человек просто выполняет решение суда, и все, так, как ему удобно, и никто его душить не будет. Анатолий, я с вами спорить не собираюсь. Что? А о чем тут спорить? Я вам уже человеком констатирую факты. 14 лет практики юридической. Понимаете? А вы пытаетесь мне говорить какие-то свои вот эти статьи, диктовать. Я вам практику озвучиваю. То, что вам рассказывают, это происходит с теми. Послушайте, уважаемые сотрудники, это вам полезно. Происходит это с теми, вот то, что вам рассказывают, кто не защищает. Вы что же думаете, мы в бесправном государстве живем? Тинькофф полностью иностранное предприятие. То есть полностью не резидент. Они даже не зарегистрированы в налоговых органах. Зачем я буду отдавать свои деньги? Да, это предприятие с иностранными капиталами. Вы очень много знаете, Анатолий, мне очень прекрасно и хорошо с вами разговаривать. Да вы мне не в руках, вы там вас трясет. Мне с вами разговаривать, Анатолий. А так вы одно не понимаете. Вот то, что вы сейчас говорите, это пустые слова. Вот скажите, как называют человека, который говорит пустые слова, Анатолий? Откуда вы такие выводы делаете? Откуда вы такие выводы делаете, что я пустые слова говорю? А вы вот говорите взвешенные, аргументированные фразы, да? Вот откуда вы взяли, молодой человек, вот этого? Ну я понимаю, что у вас там вам серьезно, вам кажется, что вы в банке работаете. У вас там крутой пиджак с нарукавниками, да, и вы там клерк или там сотрудник-менеджер, там ставшего звена какого-нибудь. Но вы человек, по сути, попрошайка. Ну вот правда, вот если честно. Ну просто попрошайка, звоните, пытаетесь кому-нибудь... А то есть вы решили перейти на личности, я вас правильно понимаю, Анатолий? Да ну я же говорю, понимаете, я вас не оскорбляю, матюки не эксплуатирую, я просто говорю, слово попрошайка, это констатация факта. Вы думали нарваться на какого-нибудь женщину? Я выбираю формат диалога. Да. Все верно. Вот я вам задал вопрос, вот как назвать человека, у которого есть супруга, который ведет свою практику на протяжении 14 лет, у которого практика документов, который ведет какие-то дела, занимается каким-то своим делом, который получает доход, который не помогает своей супруге оплату производить минимальными платежами. Да зачем я буду, я что-то дурная, что ли? Она уже давным-давно все отдала банку, давным-давно все... Только она не выплатила свою сумму. Она не выплатила амбиции, коммерческие, коммерческие проценты она не выплатила. Анатолий, 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 ваша задача человека... Вы меня слышите? Алло. Да вы же меня опять такой синей начнете нести. Анатолий. Да. Еще раз меня перебьете, мы с вами закончим разговор. Это понятно? Я тут упал на задницу. Какой наглый, какой смелый. Если вы культурный человек, то вы умеете общаться. И перебивать меня не надо. Ну что же вы мне еще скажете? Вот вы, понимаете, я возьму еще... Решить проблему Ольги Петровой. Да я вам сказал, я не буду отдавать эти деньги. Я она ей будет. Уже давным-давно все отдали. Совесть чиста. Анатолий, я вас уже предупредил. Вам что-то не нравится? Идите в суд. Идите себя, как некультурный человек. А почему? Я вас посылаю на три буквы. Посередине буква О. В суд. Что тут некультурного? Вам что-то не нравится? Давайте в гражданском формате работать. В суд идите. Анатолий. Откуда вы знаете? Что вы перебиваете? Что вы показываете свою культуру? Да где же некультурщина-то? Просто вы позвонили вечером человеку. Вы считаете себя таким культурным. Передверглись в мое жизненное пространство. Я с вами корректно разговариваю. Проигнорировали 230-й федеральный закон о коллекторской деятельности. И в третьих, Анатолий, я позвонил в целях решения проблемы вашей супруги. Я вам все сразу объяснил. Меня попытались жизни учить и говорить какой-то бред. Банк готов предоставить вашей супруге, Анатолий. Давайте я вас не буду перебивать. Вы очередной раз выложите свою ахинею. Но только, пожалуйста, аргументировать пытайтесь. Я буду молчать слушать. Итак. Банк готов предоставить вашей супруге выплатить задолженность в рассрочку. То есть сумму по факту заморозит. Процентов комиссии ей не начисляют. Чтобы она закрывала свою сумму задолженности, фиксированную минимальную протяженность. Вот это предложение банка. Спасибо. Об альтернативе вы знаете гораздо лучше меня. И к чему это приведет, вы также знаете лучше меня. Ну вот хоть здесь выяснил, что я лучше вас уведомлен. Как связаться с вашей супругой? Вот это вот сами разыскиваете. Это я не хочу, чтобы вы с ней связывались. Я ее дела решаю. Если хотите, она мне доверена. То есть вы готовы за нее производить оплату? Правильно понимаю? Ой, молодой человек. Тяжело вам без мозгов-то, наверное. Я еще раз сказал. Ни копейки банк больше от нас не получится. То есть я вас правильно понимаю. Вы сейчас за свою супругу, за Ольгу, оказываетесь от решения проблемы напрямую с банком. От беспроцентной рассрочки, по которой она сможет закрыть свою сумму задолженности посильными платежами. И хотите, чтобы она производила оплату непосредственно своей пенсии. От меня акция тоже в сторону банка. Идите в суд. Хорошо? Вы не переживайте. Мы успеем обратить по суду. В течение полугода предлагать варианты решения клиента. Да нет договора никакого. Есть правило, есть аферта. Нет договора. А если бы и был договор, любой договор, противоречивший действующему законодательству, может быть признан в любом периоде времени действия этого договора ничтожным. Так как есть пункты, противоречащие действующему законодательству. То, что сами там ваши юристы выдумали и воткнули в условия типового договора. Вы единственный человек, который пытается спорить с банком. Вот это тут сейчас ваша личина скрывается. Вам там объяснили, что вы в банке работаете, вы там менеджеры, банкиры и все. И люди должны тут как овцы блеять от того, что с банком. С банком можно очень успешно спорить. Я вам подкроить не получается. Передавайте информацию вашей супруге, чтобы настроить. Я чувствую, что вы думаете, что вы серьезной работой занимаетесь. Вам еще детям что-нибудь рассказывает. Если в эти четырех часов не поступит звонок, то вопрос будет решен в принудительном порядке. Это как, на дыбу или плетке? Плачивать свою сумму за должность, которая увеличится. Посредством своей пенсии, скорее всего, будет удержание. Ой, дурачок, дурачок. Ладно, живи, живи, живи своими вождями, которых у тебя нет. Клади трубку. Алло, трубочку надо положить. Я не буду первый класть трубку. Слышишь? Алло. Клади трубку. Я не буду положить. Я знаю, что тебе там не засчитается разговор, если ты первую трубку положишь. Я тебя предупреждаю. Я трубку класть не буду. Слышишь? Умник. Ты знай-ка. Клади трубку. Вот у вас там курятник таких, как ты, да? Ой-ой-ой. Надо положить трубочку. Надо следующему. Слышишь? Жертве звонить надо следующей. Клади трубку, сказал тебе. Эй, алло. Работник. А, работник? Слышишь меня? Много платят тебе за твою работу умедлительную. Попрошайка. Эй-эй. Кстати, в Ютубе выложу. Давай. А, попрошайка из Тинькова. Уверенный в своих силах. Вот так будет ролик называться. Зайдешь на Ютуб, забьешь. Попрошайка из Тинькова. Уверенный в своих силах. Или как? Давай лучше балбес из Тинькова. Самоуверенный. О, так будет. Смотри, вот так вот, прям четко. Сто процентов так я заглавлю. Самоуверенный балбес из Тинькова. Нет, из Пинькова. Пинькова. Впереди П поставлю. Понял? Зайди на Ютуб. Обязательно. Самоуверенный балбес.